приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как установить развернуть в свой собственный open vpn сервер и к нему подключить все свои устройства такие как ноутбуки телефоны планшеты и так дальше для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циской linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я собственно представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше ну а компания найти высоко квалифицированные кадры ну и вот как раз сегодня мы занимаемся повышением вашей квалификации собственно коллеги мастер-классы это новый формат обучения причем обучение на практике по принципу леонин байдуин то есть я делаю показываю вам но ваша задача за мной это дело все повторить поэтому если вы хотите научиться разворачивать свой собственный open vpn сервер то просто возьмите и за мной это дело все повторите и так поехали дальше следующий важный этап коллеги это собственно наш блог собственно вся весь мастер-класс будет есть в виде статьи в нашем блоге ссылку вы найдете под этим видео ну или в чате собственно здесь все важные моменты если у вас будет что-то не получаться то кстати вы можете взять и написать комментарий или вопрос и я на это дело тоже вам отвечу и так что нам понадобится в первую очередь нам понадобится сервер значит у меня сервер есть давайте посмотрим что это за сервер кет етк лсб лсб релиз смотрим значит у меня ubuntu 20 04 и я на этой убунте собственно все разверну давайте еще дополнительные характеристики free минус м здесь у меня 2 гигабайта оперативной памяти значит и лс cpu смотрим что тут с процессорами ну и вот такой вот у меня два процессора вот два процессора до 2 ядра и так поехали значит сервер готов и следующий этап который нам нужно сделать это мы будем использовать скрипт с помощью которого мы будем все разворачивать да кстати при использовании скрипта нам нужно знать ip адрес этого самого сервера поэтому давайте мы его посмотрим как посмотреть эти адрес сервера для этого нужно написать команду ipdd ip адрес ну и соответственно вот мы видим наш етаж 0 адаптер и все айпи адреса которые на нем сейчас присутствуют вот но конкретно сто тридцать восемь шестьдесят восемь сто десять точка десять этот адрес еще раз нужно запомнить следующий этап это нам необходимо скачать скрипт до обновить систему я это уже все сделал у меня все готово вот вот да подождите до скрипта рановато устанавливаем firewall значит нам нужен firewall по умолчанию это юф-дабл в убунте поэтому по умолчанию он по моему даже стоит я честно не уверен стоит он в моей системе или нет поэтому убеждаемся что он у меня стоит соответственно дальше необходимо разрешить правила в фаерволе для того чтобы я мог к нему к серверу подключаться по умолчанию я разрешу несколько портов в первую очередь необходимо разрешить двадцать второй порт это ssh да соответственно пишем юф дабл лоу лоу 22 слэш тси пида вот разрешаем двадцать второй порт тси пи дальше следующие коллеги я буду настроить свой open vpn сервер на девятьсот девяносто третьем порту то есть это порт и map s для лучшей как говорится маскировки своего сервера поэтому разрешаем еще девятьсот девяносто третий порт на котором будет работать мой open vpn сервер дальше включаем firewall юф-дабл и пожалуйста здесь нужно ответить ес ес означает что firewall будет активный что мы уверены да пожалуйста все активировано юф-дабл статус давайте посмотрим чего у нас там ну вот такая вот картина маслом значит разрешены у меня два всего на все порта двадцать второй и девятьсот девяносто третий причем по протоколу ipv4 так и по протоколу ipv6 поехали дальше следующий этап коллеги это нам необходимо скачать и установить запустить на исполнение скрипт установочный скрипт open vpn а соответственно используем команду в гет https гид его слэш в пент и скачиваем этот самый скрипт так скрипт пожалуйста скачался можете кстати взять и проверить что там внутри да то есть вдруг там что-то такое как бы опасное значит здесь ничего опасного нету да скрипт хостится на гитхабе в репозитории можно кстати почитать что это за скрипт кому интересно вот у меня здесь все открыто да то есть это вот ребята тут делают такой вот интересный скрипт который все это дело устанавливает дальше давайте читать что тут а дальше какие системы требуется тому бунта подойдет деби а алма линукс сенту с там какой-то фидора да то то есть вот вот основные роки вот понятно да значит оракал то есть все это дело вот такой вот интересный хороший скриптец следующий этап этом нам нужно запустить на выполнение этот скрипт поэтому пишем ваш пробел open vpn install и собственно здесь нажимаем enter и так этап номер один значит первое что необходимо указать это внешний айпи адрес моего сервера у меня помните да команду айпи адрес мы смотрели 138 68 110 . 10 поэтому мы берем и указываем единицу то единицу почему единицу потому что это вот этот сервер нажали это следующий этап нужно выбрать по какому протоколу будет работать мой open vpn сервер значит здесь рекомендуется югипе но я прячусь под и мапс а протоколы мапс это какой это tc пешный на поэтому я выберу все-таки tcp все-таки tcp так есть такое дело поехали дальше какой порт будем использовать по умолчанию для open vpn сервера я собственно выберу 993 тот который мы накануне открыли фаерволе по умолчанию 993 порт используется службы и мапс таким образом я попытаюсь спрятаться под и мапс так здорово следующий этап коллеги необходимо указать какой будет использоваться по умолчанию dns сервер значит здесь по умолчанию рекомендуется использовать current system resolve но я буду использовать клауд флар почему клауд флар ну да потому что сейчас на данный момент на клауд клауд фларом пользуются абсолютно все поэтому выберем клауд флар так дальше вводим имя клиента собственно это как будет называться клиент если у вас будет много устройств подключено то я вам рекомендую их как-то нумеровать до чтобы было понятно то есть ноутбук клиент 01 телефон клиент 02 планшет клиент 03 и так дальше поэтому придумайте какое-то название там значит клиент минус 01 это будет вот первый мой клиент для ноутбука нажимаем enter дальше следующий этап нужно если все ок до инсталляции уже готова то нужно нажать enter для подтверждения всего этого дела и собственно вот она запускается запускается и все это дело происходит здесь нужно немножко как говорится подождать собственно коллеги я пытаюсь объяснить все максимально что было вам понятно но если что-то не получается то опять таки комментарии пишите и я на них с удовольствием отвечу и так собственно все произошло все готово финише да то есть вот она вот она как это быстро все произошло и так клиент у меня значит клиентский файл конфигурации уже готов и он находится в папке пользователя под которым я работал я работаю под рутом это важно защищу раз в папке рут клиент 01 о в п н если вам нужно еще сгенерировать клиентские файлы то вы еще раз запускаете на выполнение этот скрипт то есть 10 клиентов соответственно 10 раз нужно это дело все запустить на выполнение следующий этап коллеги это необходимо скачать этот файл мне на компьютер и подсунуть его open vpn собственно клиенту для подключения и так поехали дальше значит что важно для windows и необходимо скачать вот этот самый клиент соответственно переходим на сайт open vpn.net комьюнити downloads и соответственно здесь вот скачиваем windows 64 мы со инсталлер собственно коллеги меня это дело уже установлено поэтому я на этом не буду там все по умолчанию next 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 все это дело вы устанавливаете еще раз ссылка есть в блоге ну и в под этим видео дальше как же все таки скачать клиентский файл для этого я буду использовать такую штуку которая называется win scp win scp соответственно мы подключимся по протоколу sftp и это дело все скачаем для этого еще раз нужно сюда ввести ip адрес имя пользователя и пароль давайте вспомним какой ip адрес на моем сервере значит смотрим 138 чего там уже не помню вот она да соответственно так win scp сюда вставляем control в следующий этап это имя пользователя вводим и вводим пароль для того чтобы подключиться к серверу и собственно оттуда скачать этот файл так подключение происходит вот пожалуйста я попал в папку домашнюю папку пользователя root и здесь вижу файл овп н клиент 01 овпн соответственно мы его берем и скачиваем скачиваем пожалуйста скачалась следующий этап коллеги запускаем мой значит клиентский open в пангу и да значит при инсталляции open в пана вот пожалуйста здесь ваш этот open в пангу и установился значит я его запускаю соответственно когда вы первый раз запускаете система говорит что нету файла конфигурации и вам его необходимо добавить руками я нажимаю ok дальше open в пан гуи свернулся к часам вот здесь вот справа от меня до соответственно нажимаем правой кнопкой мышки и здесь есть такая штука импорт конфигурации и соответственно выбираем где моя конфигурация соответственно я иду в папку темп ну и здесь ищу от open в пан так где он делся и так букву о о о о о о вот он в панг значит и соответственно открыть открыть импорт конфигурации завершён успешно здорово да значит соответственно дальше нажимаем правой кнопкой мышки и вот здесь вот уже появилась пункт меню который называется подключиться подключиться до соответственно я нажимаю подключиться ну и дальше происходит вот такое вот подключение вот и соответственно видно что с аксессу с аксесса да и все вот подключенном система пишет подключено все подключено и так давайте проверим что у меня да действительно все подключено значит вот я зашел на сайт 2ip.ru и вот здесь вот у меня мой IP адрес. Видно, что у меня, видите, место на положение Украина-Киев. Дальше я обновлю, Ctrl-R сделаю и вуаля, 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 138.68.110.10. Я вижу, что у меня Великобритания-Лондон. Таким образом, коллеги, что получается, что у меня вот все это дело работает. Давайте еще раз, значит, вот здесь вот отобразить состояние. Да, вот зайдем сюда. Все у меня, видите, подключено. И, соответственно, я подключился к своему OpenVPN серверу и, собственно, нахожусь теперь в Германии. Итак, давайте пройдемся еще по статье. Какие тут основные нюансы, на что бы я хотел обратить внимание. Значит, так, так, так. Значит, да, здесь в статье есть интересный шаг. Это установка Apache для того, чтобы файл конфигурации можно было бы с сервера скачивать через протокол HTTP. Тоже, кстати, посмотрите, может, будет полезно. Да, я, собственно, здесь пользовался WinSTP. Но если вы там, например, с телефона или с планшета скачиваете, это не очень удобно. Да, поэтому я рекомендую сделать вот как у нас здесь в блоге. Следующий этап, значит, есть OpenVPN клиенты для всех основных операционных систем. Это вот как для Mac, для Linux, для FreeBSD, для Android. Вот для всех этих, собственно, современных операционных систем все есть. Дальше, следующее, на что я хотел обратить внимание. Здесь вот в комментариях были вопросы, можно ли с одним файлом конфигурации подключить несколько клиентов. Да, коллеги, можно. Для этого на сервере файле конфигурации нужно добавить опцию duplicate.cn и перезапустить сервер. Тогда можно подключать неограниченное количество клиентов под одним файлом конфигурации. Тоже бывает весьма удобно. Следующий этап. Кто-то спрашивал, можно ли, значит, Роман спрашивал, можно ли, значит, сделать доступ с логином, паролем. То есть дополнительную, как бы, защиту. Да, можно. Для этого файл конфигурации на сервере мы вносим, собственно, вот такую вот опцию. Значит, aus-user-pass-verify и дальше идет путь к скрипту. Ну, а скрипт выглядит вот таким вот образом. Поэтому, опять-таки, это все в комментариях. Я это все поотвечал. Пожалуйста, посмотрите. Итак, давайте еще раз посмотрим, где в Debian находится файл конфигурации. Slash-etk.open-vpn. Ну, и здесь вот он находится. Мой файл, да, еще папка-сервер. Еще вот оно. Вот, значит, еще раз. Файл конфигурации находится по адресу etk.open-vpn-server. Ну, и вот здесь вот есть файл конфигурации server.conf. И вот в нем, собственно, и нужно вносить вот эти все изменения. Вот такой вот, коллеги, небольшой мастер-класс, как быстро это дело все настроить. Если вам это видео было полезно, оцените его лайком. Ну, а что важно, коллеги, а дальше я вам рекомендую учиться. Поэтому приходите к нам на курсы. Вот все это дело было в Linux, да, курс Linux 0, 24 бакса, 6 занятий, 18 команд. Собственно, вот научитесь работать с Ubuntu. Дальше, кибербезопасность, коллеги, это же все кибербезопасность. Шифрование, да, VPN и так дальше. Поэтому приходите на курсы по кибербезопасности. Сейчас кибербезопасники, знаете, сколько денег получают? Ого-го, как хорошо живут. Поэтому, дальше, все это по сети, курсы по сетям. Коллеги, систематизируйте знания, получайте международные сертификаты. Мы помогаем с трудоустройством. Программирование, программируемые системы. Девупсы, коллеги, Девупс инженер без опыта, 2,5 тысячи долларов зарплата. Но для этого нужно учиться. Поэтому приходите, учитесь и, собственно, мы поможем с трудоустройством. На этом все. Помните, коллеги, что сила в единстве. Помогайте друг другу. Несите тяготы друг друга. На этом все. Мир домом вашему. Ассалам алейкум. До встречи на следующих мастер-классах. Продолжение следует...